находимся на потолок пати значит мы давно охотимся за пленкой бауф которую коровы презентовали то уже в марте на форуме я помню на форуме потому что мы стояли лапали пленка плотная пленка 300 грамм до 300 грамм 270 микрон а ближайший конкурент мы не можем его называть 220 микрон вот то есть но пленка толще значит она больше подойдет по идее под все наши конструкции а должна проще закатываться слоты и так далее мы ее увидели еще на потолочном форуме но с тех пор мы ее все ждем 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 как на поезде короче и никак не дождем все обязательно это проверим я думаю это видео нам дальнейшем как с представителем ольга с представителем ольга и нам дальнейшем это видео думаю обязательно понадобится и мы постараемся что-то интересное про эту пленку вам рассказать сегодня будем говорить про пленку бауф мы ее уже установили установили здесь по устанавливали на объектах, сложили некое мнение и сейчас вам расскажем. Там сейчас должна у экранов собраться комментаторская бригада, которая будет нам писать про оплаченные обзоры. Не знаю, братан, до тебя деньги доходят с оплаченных обзоров? Нет, до меня ничего не доходит. Он гонит. До тебя, наверное. Короче, деньги уходят мимо меня по-любому, потому что у него 6-я, а я езжу на ведре Аркани. Соответственно, поскольку мне не платят, я буду говорить, что хочу. Вот прям от себя нанести, короче. Погнали. Сегодня будем записывать в таком формате. Рост мне будет зачитывать преимущества прямо у ребят непосредственно с Инстаграма, а я вам буду быстренько по ним отвечать. Погнали. Уникальная упаковка. Упаковка, да, действительно упаковка хорошая. Скорее всего, она нам нравится, потому что они попали в наш цвет. Есть такое? Есть такое же, да? На самом деле, все мы покупаем глазами. И очень важно, как все выглядит. И внешний вид, и инструмент, которым ты работаешь, и упаковка, в которую у тебя упакованы полотна. Упаковка мне нравится. Здесь стойкий лайкос. А если вот так вот будет? Ну, это уже мы должны платить. Доплачивать. Супер белая. При естественном и искусственном свете пленка БАУ всегда остается по-настоящему белой. Ага. Написали, чтобы написать, короче, да. При естественном свете, при неестественном свете она белая. Вот доска. Она белая. При естественном свете, при неестественном свете она белая. Я не знаю, но вот я, правда, не видел рекламу, когда покупал эту доску, потому что она, естественно, ну, она, она белая. Ладно, что здесь греха таить, она белая. Нет, ну, она белее. Кто? Ну, это другой оттенок белого. Она все остается белой. Я не знаю, зачем это написано. Фактура хорошая. Вот матовая здесь фактура. Фактура хорошая. А пленка белая. Вот, но... Фактура четкая. Я не знаю, для чего это написано. Давай дальше. защитная маркировка с маркировкой такой момент в принципе защитной маркировку многих делается это далеко не новость для заказчиков сейчас рассказываю защитная маркировка идет по краю например у вас рулон рулона идут по 100 метров длины например у вас 320 рулон здесь через каждый метр будет написан там бау 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 и так далее заказчик должен понимать то что если допустим у заказе есть но грубо говоря горшок вот не факт то что у вас ну там туалет да не факт уж на нем будет маркировка например до этого на производстве делали такое полотно сделали вот такую выкройку да и потом из этого же куска вам вырезали там тот же санузел здесь нет никаких нарушений это просто оптимизация производства но не факт что эта маркировка пойдет именно к вам давай дальше не прозрачность это я считаю основной плюшка мне кажется значит да пленка имеет повышенную толщину по я говорю по сравнению с нашей ежедневно используемой пленкой это мы используем msd evolution и в редких случаях мы можем делать msd premium когда заказчику нам там немножко под сэкономить все что ниже классик там какие-то индиги я не знаю вот это вот это прочее прочее мы туда уже не беремся то есть мы от такого объекта просто откажемся здесь пленка толще по сравнению с нашей на повседневно используемой и то что мы уже ставили у нас брус не просвечивала понятно еще требуется большой пробег по ней большой километраж пройти чтобы утверждать это на сто процентов даже у них мне так тоже нравится вот эти все маркировки такие аккуратные она практически да там написано практически не просвечивается вот но от себя скажу мы делали от объекта здесь делаем вставочку деревянный брус вот прям ничего не красили ничего не подготавливали ничего не видно здесь тоже ставили ничего не видно но надо еще больше на время что в этом прям наверняка убедиться если действительно через не мы только в этом году делали видос мы монтировали там house и нам пришлось все платформы все брусы красить серый цвет потому что все жестко просвечивалась если действительно эта пленка будет не просвечивать все вот эти закладные то это действительно будет плюшка потому что до этого времени единственным решением таким было это люмфер раут ну люмферовская пленка то что она имеет защитный черный слой сзади там было две проблемы первое это ширина только 305 2 это ценник просто конь там проще ткани уже поставить вот поэтому здесь цена абсолютно приемлемая то есть опять же вот с нашей эвой который мы используем на каждый день у них цена там не различается практически насколько я понял там тоже самое давай дальше экологичность экологичность почему что про экологичность говорить ну сейчас блин не может вам приехать радиационная пленка и и просто мне кажется не пропустят к работе в работе не возьмут и так далее нормальная пленка как в принципе и другие сейчас против пленок как таковых очень тяжело найти но сейчас очень москве и области даже если захочешь найти реально какую-то вонючую пленку какую-то хреновую но очень тяжело может быть где-то областных городах это возможно сделать у нас такого нет у нас плода в этом остатки ну типа того да это даже не значит за пленка должно не содержит мела тем самым практически не рвется практически мы практически не косячим на объект что касаемо не рвется с дури можно по-другому не скажешь натуре то есть практически не рвется это баннер да вот конечно здесь все можно порвать хотя вот я ни разу за мою за мой стаж монтажника ни разу не успе с тянет шпателем ведь один посередине пленка треснул и провалой но такого не бывает гарпун вот отлетать от пленки туда поэтому тоже параметр так себе ничего на не перегревается до не перегревается почти почти но перегревается во-первых перегрев это ошибка новичков когда не знают куда дуть куда греть и так далее вот конечно у нас такое но это прям я не знаю там, ну, прям по глупости может случиться. Ставили на объектах, конечно, и ничего там не перегревалось. Здесь случайно, маленькие кубики неудобно затягивать, один раз случайно перегрели. Но мы же это сделали, а значит, перегревается. Перегревается. Вот. Ну, возможно, просто она меньше перегревается. То есть, допустим, классик-пленка, ее легко очень перегреть. Ту же Эву ее тяжело перегреть. Здесь, наверное, еще тяжелее перегреть, но это такой тоже параметр, он не измеряемый как-то в легко или тяжело ее перегреть. Давай дальше. В принципе, все. Все, она вот есть уже в наличии. Супер, в наличии она есть. Так, теперь давайте, я тут немножечко подготовился, какие пальцы загибать, короче. Я сейчас назову три параметра, по которым эта пленка должна выстрелить. Она только вышла на рынок, и она как бы занимает свое место на рынке. И только одну причину, почему, на мой взгляд, она может не уйти в народ. Первое. Действительно хорошая упаковка. То есть, когда свой товар упаковываешь, делаешь его красивым, его хочется покупать. Вот мне хочется с таким работать. Может быть, кому-то на это вообще пофигу. Ну, мне это приятно. Я думаю, заказчикам нашим тоже это будет, ну, как минимум, как минимум негатива не вызовет. Это точно. Второе. Пленка. Вот это вот, я считаю, основная ее плюха. Если действительно пленка по толщине не будет давать просвет на все платформы, на все брусы, это будет офигительная плюшка. Просто. Это сразу вот прям огромный лайкос этой пленки, при условии, что она стоит столько же, сколько наша пофигенная пленка. Ну, а что бы ее не использовать-то? Ну, это же хорошо. Третье. Это все-таки, наверное, про повышенную прочность, да, тоже стоит отметить. Если верить вот этим сухим цифрам, то, что она толще, то, что она плотнее. Вот эти все истории, ну, понятно, да, то есть мы это прокатываем и на премиум, и на эволюшине, и проблем это не возникает. Вот. Но, соответственно, это должно все закатываться лучше не только у нас, но и у наших мастеров. И бывает, да, то, что все равно шпателем можно что-то резануть, порезать. Ну, а здесь, грубо говоря, шансов это сделать меньше. Окей. Если это будет так, это хорошо. А еще, по немецкой технологии, бренд зарегистрирован в Германии, но делает все в Китае. Ну, нельзя в Германии. В Германии нет таких заводов, они не делают такое. А, еще, я же забыл сказать. Если я не ошибаюсь, по ширине нет пятерки, да? У нее нет пятерки. Вот это вот, короче, минус. Вот надо им срочно это поднажать. По-моему, 4,5 это максимальная ширина. Пятерка нужна. Если вы даже больше пятерки сделаете, блин, ребята, рынок ваш. И есть одна причина, вот, которую я самую вижу, это вот почему она может не уйти в народ. Реально. Может быть, я, конечно, не профессионал рынка, вот, хотя довольно давно в нем находимся. Мы пробовали себя в роли производственников, да, и вот розница у нас очень активно развивается. Ребята, насколько я знаю, сейчас вышли эксклюзивно, только у одного производства они продаются. Вот если оно окажется в течение, там, полугода на каждом производстве, то у этой пленки будет все нормально. Вот она пойдет дальше. Если она останется уникальна на одном производстве, скорее всего, она далеко особо не вырастет. С чем связано? Уже вот последняя, вот, тенденция последних лет, наверное, даже не знаю. Ну, буду сейчас, наверное, групп в формулировках, ладно. Вот. Все, что выходит уникально у кого-то, оно как-то, как правило, не не выстреливает, оно не имеет роста. Давайте переведем по-другому. Вот я знаю, у нас монтажники смотрят, и я думаю, они в комментариях как бы согласятся со мной. Вот я монтажник, да? Я монтажник. Мне надо заказать. Я материал заказываю и работаю с производством, где мне удобно. Я сегодня закажу здесь, завтра могу там заказать. Или все на одном производстве, но вот я знаю каждый день, куда ехать. Если на нем нету этой пленки, зачем ее продавать буду? Почему у нас, допустим, не продаются так хорошо вот эти уникальные фактуры, типа бетона, дерева и так далее? Так хрен ты ее где найдешь? Почему мы не продаем каждое... Давай каждый объект будем чарути продавать, а потом у чарути там стоять под окнами, вымаливать, дайте нам этот отрез. С ними ж тяжело вообще работать. Вот. Здесь будет то же самое. Все это должно быть на всех производствах. Тогда это все будет продаваться. Наглядный пример, я не знаю, тоже никого не хочу сейчас обидеть. Вот тот же джем, который вышел. Вот, у нас есть по нему видосы. Мы его очень активно начали ставить в один период времени. И с чем мы столкнулись? Он был там уникально, только на одном производстве. Сейчас, по-моему, джем и свое производство. Вот, с чем мы столкнулись? Мы продаем на очередной объект джем теплый. Его нигде нету, вообще нигде его не купишь. И мы за свой счет туда колорбек. Бах! Хотя джем, казалось бы, офигенная ткань, да? Ткань оттирается, ткань не протекает. Для ткани это вообще прям, ну реально плюшки, да? То есть это круто. Вот. Но просто вот с наличием все. И нету больше желания. Вот мы просто разочек заплатили, по-моему, 18 тысяч переплатили за материал. И все, у меня нет желания больше его продавать. Но зачем? Где я его рожать буду? Люмферовские профиля, пожалуйста, та же история. Но они же уникальны только у Рума, правильно? Та же история. Днем с огнем. Мы недавно черную гардину продали. Дошло до того, что мы стояли реально с бешеными глазами, думали, как мы будем белые украсить. Зачем такое предлагать, если ты потом это нигде не сыщешь? Если здесь, повторюсь, все будет хорошо с количеством рулонов, все будут рулоны, все будут ширины, все будут фактуры, если это будет, ну как минимум не на одном производстве, но хотя бы сколько-то, да, то пленка хорошая. Вот так. Да, я же могу так сказать? Пусть будет так. Я могу сказать, как хочу. Вот. То это будет вот так вот. Вот. Потому что сама по себе пленка, ну, она неплохая, абсолютно. То есть, действительно, это хороший продукт. Просто осталось настроить ее массовость, массовость. И все будет cool. Все, давай на этом заканчивать. Субтитры сделал DimaTorzok